Хотите зарабатывать деньги, играя в любимые игры? Сервис Барахольщик поможет вывести деньги из Steam, купит ваши внутриигровые вещи и карточки за реальные деньги. Мгновенные гарантированные выплаты без скрытых комиссий. Играйте и зарабатывайте сервисом Барахольщик. Приветствую вас, любители постапокалипсиса. И у меня для вас отличные новости. Дело в том, что на днях были опубликованы новые подробности о третьей части серии Метро. Метро Исход, которое на данный момент находится в разработке. Если кто уже из вас забыл, то Метро Исход был анонсирован еще на прошлогоднем Е3 и сразу стал одним из гвоздей данной выставки. Данная часть будет завершающей в трилогии и, по словам разработчиков, она будет самой дорогой и самой масштабной из всей серии Метро. Итак, давайте еще раз соберем все данные, которые мы имеем на данный момент в связи с новыми подробностями о игре. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Итак, судя по последней информации, в Метро Исход все-таки не будет открытого мира. Но будут довольно большие локации, самая крупная из которых будет обладать площадью в 2 квадратных километра. В Ласт Лайт для сравнения были территории площадью максимальной лишь 200 на 100 метров. При этом действие игры будет происходить в течение года, по сезону в каждой песочнице. К примеру, осень вы проведете в горах с медведями-мутантами, а лето на необитаемой территории с горящими нефтяными платформами. Исследуя местность, читая различные заметки, общаясь с персонажами и подслушивая беседы, вы сможете узнать о дополнительных активностях или событиях, что происходит в мире игры. Ключевое значение для игрока будет иметь поезд Аврора. Со временем он будет меняться, и к нему будут добавляться различные вагоны, в которых будут жить люди, что присоединятся к вам. В Исходе будут транспорты и средства, но о них разработчики пока не говорят. Известно, впрочем, что можно будет управлять и лодкой. Фракции в новом метро будут существовать обособленно. Они живут в отдалении и изоляции друг от друга. Изначальные действия игрока по отношению к членам каждой фракции определят отношение их членов к Артему. Если вы будете действовать агрессивно, то и ждите агрессию в ответ. Также в Исходе вам не придется экономить патроны для обмена на что-либо полезное. Вместо этого игрокам предстоит искать полезные ресурсы, такие как химикаты и материалы, в мире игры, создавая из них необходимые инструменты и приспособления. В метро Исход будет улучшена механика боя и стелса. Теперь вы сможете выбирать, убивать ли вам врагов или устранять их нелетально. Увеличилось и разнообразие анимаций, которые будут зависеть от используемого вами оружия, скорости приближения к противнику, с какого угла вы захотите убить противника и так далее. Также в игре изменилась система улучшения оружия. К примеру, вы сможете отсоединить прицел или иное улучшение от найденного оружия и присоединить его к вашему оружию. Но за оружием требуется уход. И если вы не будете за ним следить, то оно станет грязным и у него снизится точность и урон. Что же, на данный момент это все новые подробности и нюансы игры. И здесь остается только добавить то, что релиз Метро Исход должен состояться осенью этого года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Что же, лично я буду надеяться, что Метро Исход будет самой лучшей частью в трилогии одноименной Метро. И мы с вами получим новый и уникальный игровой опыт. Ибо, насколько я знаю, ребята из 4Games в триквеле хотят реально нас удивить. Возросшими масштабами, новой постановкой, новой режиссурой, более крутым сюжетом, Короче говоря, Метро Эксодус будет являться естественной эволюцией серии. И я думаю, Исход вполне может стать ее вершиной. И, кстати, не забываем о том, что действия Метро Исхода будут происходить уже после событий книги Метро 2035. Поэтому рекомендую вам еще, помимо того, чтобы вы переиграли во первые две части, книги от Глуховского тоже будет не лишним перечитать. Чтобы полностью понимать фабулу и сюжет Метро Эксодус. Ну, а с вами был Тямыч. Всем спасибо за просмотр. И если вам было полезно данное видео, не забывайте ставить лайки. И, конечно же, комментируйте данные новости. Ждете ли вы Метро Эксодус так же, как и я. Короче, оставляйте свои фидбэки в комментариях. Будем следить за продвижением разработки. И как только будут появляться новые новости о новом Метро, я, конечно же, вам буду сообщать их. С вами был Тямыч. Всем пока. До скорых встреч. Увидимся в скором времени. Пока-дова. Субтитры создавал DimaTorzok